Приветствую вас! Первое, с чего мне хотелось бы начать свой ответ, это с того, что сказать вам о достаточно повестностной продаботке ситуации в целом. То есть большую часть вашего вопроса вы говорите про вот этого у вас мужчину, который вас обидел, который как-то вас задел и так далее. Только в конце выясняется, что у вас оказывается был брак и брак был неудачным. В конце оказывается, что такая ситуация, я имею ввиду, ситуация подобного рода происходит уже не в первый раз, что у вас были до этого тоже какие-то инциденты, связанные с тем, что отношения с мужчинами у вас не строились и не получались. То есть имеет место быть довольно серьезная ситуация, но вы о ней говорите лично скользко. Вместо этого вы рассказываете историю своих отношений с человеком, который, ну, по сути дела, по вашему описанию довольно-таки, знаете, был настроен... К вам этот человек был настроен довольно-таки потребительски, скажем так. То есть ему от вас, по сути дела, нужен был только секс, он об этом сам довольно откровенно говорил и вас, понимаете, задело не его отношение, сколько то, что его слова в некотором роде созвучны тому, что вы их сами чувствуете. И вот это, на мой взгляд, куда большая проблема, что вы допускаете тот факт, что мужчина может быть прав, то есть вы не уверены в себе, то есть вы не знаете, правильно ли вы направлении двигаетесь. И вот это куда более серьезно. Значит, есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Первый момент. Первый момент. Это момент, связанный с тем, что вы говорите, значит, с вас легко обидеть другим словом. Значит, обидеться, это момент достаточно сложный, а обидеться вы, конечно, можете, если вам хочется. Но вы, наверное, уже поняли, что обиды, ну, я надеюсь, что вы поняли, обиды ничего хорошего вам не несут. Обиде – это всегда ситуация, в которой человек, в данном случае вы, не может по той или иной причине принять, ну, принять в себе те или иные качества, те или иные черты. Его задевает то, что про него говорят люди, так как это вот задело вас. И отсюда возникают как раз-таки трудности и проблемы. Соответственно, не обидаться вам нужно на мужчин и на людей, которые говорят вам грубые слова. Не обидаться вам нужно на них, ну, желательно, по крайней мере, желательно, чтобы вы оценили здраво то, что именно вас задевает в том, что вам говорят. Вот это, пожалуй, куда более актуально для вас. И именно понять, что вас задевает в том, что говорят вам люди и почему вас это задевает. Вот если вы сможете для себя уловить этот момент, если сможете перестать обижаться, и если будете руководствоваться не обидами, а своими желаниями, своими потребностями, своими предпочтениями и так далее, то ситуация будет гораздо более благословенского. Для этого необходимо, естественно, работать над собой и для этого необходимо, чтобы вы как-то все-таки анализировали себя и работали над повышением уверенности в себе. Потому что по-другому эту ситуацию решить мне лично не представляется возможным. Следующий момент, это то, что вы по какой-то причине, вот парень к вам отношения проявил, да, уже на первом, грубо говоря, свидании мужчин довольно-таки, ну, так сказать, знаете, не откровенно, да, а именно вот, ну, совершенно определенно себя повел, вот так вот скажем. Сказалось бы, ну, если человек в начале отношений уже так себя ведет, то и логично было бы от него не ждать, ну, каких-то изменений в поведении, да, но вы почему-то этих изменений не ждали. И здесь очень интересный момент, а почему вы ждали этих изменений? Вот что вас заставляло, заставляло, что вас толкало к тому, чтобы ожидать этих изменений от мужчин? Ну, вы же довольно опытный человек и, наверное, догадываетесь, что если человек сразу ведет себя к вам определенным образом, то вряд ли он будет как-то вести себя иначе. Тем не менее, вас это не остановило, и вы продолжали, значит, ожидать от мужчины чего-то такого. Значит, почему, для чего вы это делаете? Ответ на этот вопрос довольно прост с одной стороны и довольно сложен с другой. То есть, вот, чтобы вы сразу поняли, что мне понятно, почему вы это делали. Делали вы это по сути дела потому, что вам от мужчины что-то нужно для себя. То есть, вам он нужен, вам нужны отношения. Вы говорите, что я одна, значит, вы не хотите быть одной. И я вас здесь понимаю. Я понимаю, что вы не хотите быть одной. Но и вы постарайтесь понять, что если вы не хотите быть одной, то это скорее и, к сожалению, это ваша, по большому счету, проблема. А не проблема других мужчин и других людей. Если вы не хотите быть одна, то возникает вопрос, а почему вы не хотите быть одной? Что ж, вы такого плохого видите в том, чтобы быть одной. Но одна вы, и вы никому ничего не должны, вы никому ничего не обязаны и так далее. Но вы одна быть не можете. И вот у меня вопрос к вам. Опять. Почему вы не можете быть одной? Понимаете, складывается такое ощущение, что в отношении вы вступаете уже будучи зависимой в чем-то от мужчины. Будучи нуждающийся в чем-то от него. И, к сожалению, это тоже довольно большая проблема для вас. Нужда. Вы нуждаете в мужчине, он это чувствует и, соответственно, ставит вам условия. Потому что нужда и зависимость проявляются в том, что вы терпите его поведение. Вы стараетесь объяснить что-то человеку, вы хотите до него что-то донести, при этом не отдавая себе отчетов в том, что... Дело не в том, что вы неправильно доносите. Дело в другом. Дело в том, что мужчине просто не интересно то, что вы до него стараетесь донести. У него есть свой интерес, у него есть свои желания. И он эти свои желания пытается реализовать через вас. И все. Понимаете? Это, значит, момент, о котором я хотел вам сказать именно в контексте взаимоотношений с мужчиной. То есть нужно вот это вам для себя как-то, ну, постараться разобрать. Потому что, ну, в этой ситуации вы ведете себя, ну, мягко говоря, странно и, мягко говоря, вы немножко забываете о своих интересах здесь. Это, значит, то, что касается мужчин. Значит, вы чего-то ждете, вы чего-то ожидаете от него, вы надеетесь, чем обусловлены ваши надеяния, не очень понятно. Значит, далее. Далее вы писали о том, что вас раз за разом это повторяется. То есть вы пишите о том, что у вас такое уже не первый раз. И вы пишите довольно-таки, довольно-таки такую, знаете, серьезную вещь. Значит, Музелан, страсть, отказ, оскорбление, слез. Возникает вопрос, почему вы выбираете Музелана, если он вам, ну, если вы его так называете? Может быть, вам нужен Музелан для чего-то? И инстинктивно выбирая его, вы хотите потом что-то для себя получить от него, а получаете совершенно другое и из-за этого расстраиваетесь. То есть речь идет о том, что вы не осознаете до конца своих желаний, чего вы хотите. Знаете, то, что вы выбираете Музелана, это не случайно, в этом есть свой некий смысл. В этом есть некое влечение, некое желание с вашей стороны. Но вы его, вот это желание, вы его не осознаете. И я предлагаю вам подумать, для чего и почему вы выбираете именно Музелан. Именно Музелан. Значит, дальше, по поводу сценария. По поводу сценария, я могу вам сказать, что по поводу сценария. По поводу сценария, я могу сказать, что это всегда детско-родительские отношения и, соответственно, именно детско-родительские отношения влияют на то, что вы определяете. То есть это вам по сути дела задали ваши родители то, что вы так себя ведете. Это их отчасти, ну, я бы не сказал, что прямо вина, я бы, наверное, употребил здесь слово другое. Не вина, а, скажем, может быть, инициатива, может быть, их возможность по воспитанию вас. Но тем не менее, чтобы разобраться в этой ситуации, вам необходимо проанализировать ваши детско-родительские отношения в обязательном порядке со всеми мужчинами вашей семьи, ваших близких и так далее. Потому что вот у вас явно идет неправильная модель поведения. То есть вы не умеете раскрыть себя как женщина. И я думаю, что это для вас пока что самая, ну, самая серьезная проблема в том, что вы не можете раскрыть себя как женщина. То есть вы не отдаете себя счетом в том, какая модель женского поведения для вас наиболее, ну, наиболее приемлема, скажем так. Вот. Я думаю, что на этом можно закончить. То есть ваши ценности, давайте сразу скажем правильно, что ваши ценности, они хорошие, они, эти ценности, правильные. Одни, эти ценности верные, и они для вас идеальны. Но, подаете их, вы, вероятно, не так, как ну, это да. И вот нужно определить, как вам их правильно, например, реализовать. Нужно определить границы. Я не случайно вот это вот сказал, это слово границы. Ну, нужно определить границы, значит, того, что вам дозволено и что не дозволено. Потому что вы, на мой взгляд, немножечко противоречите себе, когда говорите, например, то, что я достаточно темпераментная женщина, но при этом ведете себя вы довольно зажата. То есть мужчина почему-то ожидает от вас другого поведения, другого, ну, другой реакции, а вы, соответственно, ведете себя несколько иначе. И мужчина, естественно, оказывается к этому вопрос наоборот не готов. Вот. Соответственно, здесь нужно в обязательном порядке прорабатывать вашу модель женского поведения. Она очень важна в данном случае, потому что, как я уже сказал, становится такова, что модель женского поведения, то, на мой взгляд, что является вашим самым слабым местом. То есть вы вроде бы знаете все, чего хотите. Вроде бы вы отдаете себе отсчет в том, чего вы хотите, как и почему. Вроде бы все у вас здорово. Но есть некая несостыковка, есть некое несоответствие, и вот это на самом деле и является вашей проблемой. Соответственно, вам нужно работать с психологом, по моему мнению, в этих направлениях, и тогда у меня будут скрываться, будут скрываться определенные ваши трудности, определенные ваши противоречия, которые нужно будет разрешать, вырабатывая единую, общую, четкую модель вашего поведения. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы оставишь, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ссылаю вам всего самого доброго и удачи.